Покушение на жизнь О том, что еще интересного произошло в Калининграде и области в четверг, 17 марта, расскажем далее. Здравствуйте, в эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. И главной теме, которая потрясла весь город, в четверг днем неизвестные напали на депутата и главного редактора одного из печатных изданий города Игоря Рудникова. Инцидент произошел около зоопарка, когда Рудников выходил из кафе. Покушение произошло в 15.00. Многочисленные очевидцы сообщают, преступников было двое. Они нанесли депутату три ножевых ранения, после чего быстро сели в припаркованные рядом автомобили и направились в сторону выезда из города. На место происшествия оперативно прибыли медики. Для нас это полный неожиданность и шок. Насчет состояния мы просто сами не знаем, какое это состояние. Нам только скажут, что сегодня его прооперируют. Ближе к вечеру стало известно, что Рудников находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Состояние оценивается как средней тяжести. У входа в реанимацию сейчас дежурит ОМОН, ведь, как сообщил владелец кафе, где обедал депутат и журналист, неизвестные караулили Рудникова несколько дней. Вчера нападавшие тоже приходили в кафе. Они в шестером сидели и пили коньяк. Их автомобиль был припаркован в районе остановки. Вчера они его долго не могли завести. Приезжал внедорожник, чтобы прикурить. Сегодня они пришли вчетвером. Караулили его, ждали, пока Рудников поест. После того, как Игорь вышел, двое встали и вышли за ним. Сейчас в городе объявлен план перехват. Свидетелям покушения удалось запомнить номера машины нападавших. Предполагается, что нападение могло быть заказным и связанным с активной журналистской деятельностью Рудникова. Несколько дней назад вышел спецвыпуск его газеты о главе горсовета Андрея Кропоткина и проблемах Калининграда. Тем временем сам Кропоткин уже выразил сожаление о случившемся и опроверг эту связь. И к другим темам. 42-летнему Калининградцу грозит два года тюрьмы за комментарии в социальных сетях. По версии полиции, мужчина позволил себе экстремистские высказывания. Сейчас он находится под следствием, и общение с ним запрещено. Мой коллега Марк Шкода попытался узнать, почему законы виртуальной реальности не всегда совпадают со статьями Уголовного кодекса. И как защитить себя во всемирной паутине. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что сейчас люди могут общаться друг с другом, даже сидя за соседними столами. При живом, естественном общении собеседники спокойно могут общаться в течение многих часов на разные темы. Но стоит только зайти в интернет, как выйти за рамки адекватного общения становится намного проще. Интернет-общение для Евгения – почти ежедневная работа. Он – администратор нескольких групп в социальных сетях. Молодой человек признается, таким сообществом поведение участников на грани дозволенного идет только на пользу. Оскорбления стали обыденностью. Любому паблику выгодно, когда начинаются споры, ругань, выяснение отношений. Потому что под каждой темой появляется много постов. Паблик смотрит большее количество людей. И, соответственно, статистика любого паблика увеличивается. Статистика дает приток рекламодателей. Всем выгодно. Но все же Евгений добавляет, что сейчас сообщения и комментарии в соцсетях фильтруются. Пользователи видят далеко не все. Определенная цензура существует. А участники переписок, как и в реальной жизни, несут полную ответственность за каждое свое слово и действие. Отвечать всегда по жизни приходится, слова так или иначе. Но, с другой стороны, я крайне против такой цензуры со стороны власти. Меня это не радует, и мне эта тенденция очень печалит. Этого боюсь. Но такие правила пугают далеко не всех. Депутат Александр Мусевич считает, чтобы противостоять разгулу преступной и оскорбительной информации, необходимо устанавливать в интернете определенные законы. Вы знаете, наверное, правильно. Пришло это время, когда и в этой среде, в этой сфере общения, наверное, нужно навести определенный порядок. Любой человек, неважно в каком пространстве, виртуальном, либо в реальном пространстве находится, должен отдавать отчет своим высказываниям и, безусловно, понимать, что он может нести ответственность за гадость, за потоки лжи, грязи, каких-то экстремистских призывов и так далее и тому подобное. Юрист Татьяна Зубатова на личном опыте убедилась, как виртуальное сообщение может стать причиной реального конфликта. У меня дочь таким образом, девочка, оскорбляла. И когда это уже перешло в угрозы, мы обратились уже непосредственно, вызвали родителей и общались уже в учебном заведении. Впрочем, в Конституции России закреплено право каждого человека на защиту чести, достоинства и доброго имени. Из-за покушения на них предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Чтобы доказать свою правоту, нужно принимать меры вовремя. Первая фиксация – это у нас скриншоты. Если это действительно более серьезно, то можно обратиться к нотариусам, которые у нас, согласно действующего законодательства, могут заверить интернет-страницы, и данное доказательство будет являться непосредственным доказательством уже в суде. Юрист добавляет, что культура интернет-общения в Калининграде пока находится на низком уровне, а поймать злоумышленников удается далеко не всегда. Например, когда преступник действует в другом регионе или даже стране. Впрочем, место для справедливости есть всегда. Полиция то и дело сообщает об арестах экстремистов. Многие из них сейчас ведут свою преступную деятельность именно через интернет. Интернет особенно привлекателен для правонарушителей легкостью доступа, отсутствием прямого правительственного контроля, анонимностью, а также удаленным доступом к огромной аудитории пользователя. Кто находится по другую сторону интернет-провода или монитора, как правило, неизвестно. Вашим собеседникам может оказаться обыкновенный шутник, а может профессиональный вербовщик террористической организации. Но кем бы ни был тот пользователь, специалисты предупреждают. Всегда стоит помнить одно. Сказанное в интернете реальнее, чем кажется. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Чем еще запомнился этот день калининградцам, расскажем далее в новостях короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». На стройплощадке стадиона к чемпионату мира 2018 забиты почти все сваи. Более 12 тысяч штук. Во всех секторах уже идет заливка бетона. Строители также начали собирать каркас спортивной арены. В октябре планируют приступить к отделке внутренних помещений. Билеты на поезда из Калининграда подешевеют. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД. Изменения затронут рейсы дальнего следования. Так, например, до 28 апреля в Москву и Санкт-Петербург можно будет доехать со скидкой 10%. Допинговый скандал подогрел интерес калининградцев к мельдонию. Фармацевты сообщают, что горожане постоянно интересуются наличием препаратов с его содержанием. Обычно мельдоний применяют для профилактики сердечных заболеваний. При этом врачи напоминают, что лекарства не следует принимать здоровым людям. В аэропорту Храброво очень дорогая питьевая вода. Такие выводы сделал один из интернет-порталов страны. Он провел исследование среди всех аэропортов России и выяснил, за бутыль воды объемом пол-литра в Храброво придется отдать 180 рублей. К слову, даже в Лондоне цена на 20 рублей дешевле, а в Москве вода обойдется в 100 рублей. Мы формируем наш бессмертный полк. Первый городской канал предлагает калининградцам принять участие 9 мая в акции «Бессмертный полк». Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант своего солдата. Для этого нужно обратиться в рекламное агентство «Реклама Сити» и «Победа». А также получить подробную информацию можно в нашей редакции по адресу Дмитрия Донского, 42. Телефон горячей линии 512-970. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». В мэрии пообещали отремонтировать тротуары. На сайте городской администрации уже опубликовали список из 70 адресов. Как неоднократно признавал Александр Ярошук, состоянием улиц в Калининграде он недоволен. И хотя в городе есть проблемы поважнее, пешеходная зона не должна оставаться без внимания, уверен городоначальник. Деньги на новые тротуары мэр попросил у областной думы еще в прошлом году. Тогда же стартовала акция «Антирейтинг тротуаров». Власти призвали калининградцев присылать фотографии разбитых пешеходных дорожек. Новую жизнь в этом году обретут именно те тротуары, которые выбрали сами жители. «Сейчас пришло время тротуаров. Сегодня за них перед горожанами очень стыдно. Но в моих решениях была логика. Я несу за нее ответственность. Если бы я начал мазать, делать дороги кусками, тротуары частями, люди бы говорили не спасибо, а что за идиоты сидят в мэрии». Днем ранее Александр Ярошук загорелся идеей использовать цветной асфальт для пешеходной зоны. Предпочел он красную расцветку. И хотя, по мнению специалистов, такой креатив обойдется на 20% дороже, градоначальник настаивает на своем и уверяет, визуальный эффект того стоит. А вот денег на строительство новых подъездных путей к мосту на Суворово у города нет. Здесь Александр Ярошук уповает на помощь губернатора. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. В четверг днем в районе двухъярусного моста спасатели достали из воды тело мужчины. На место оперативно прибыли медики, но уже было слишком поздно. Возраст погибшего не сообщается. Полиция пока не комментирует ситуацию и проводит расследование. Наш эфир продолжит криминальные новости. Партнер рубрики «Место происшествия» – аварийный комиссар. Суд вынес приговор к ленинградскому душителю. Напомним, два года назад 37-летний мужчина держал в страхе всех женщин города. Маньяк нападал на них поздно вечером, набрасывал на шеи жертвы удавку, после чего похищал ценные вещи и сумок. Дошло до того, что группа волонтеров организовала патрули на улицах. Свою преступную деятельность подсудимый прекратил после размещения фотороботов в СМИ и соцсетях. В 2015 году душителя задержала полиция. Суд приговорил к ленинградца к 14 годам лишения свободы. К ленинградцы ищут двух девушек, которых подозревает в воровстве. Злоумышленницы пришли в одно из кафе города и вытащили кошелек из чужой куртки. На кадрах видно, как девушка сначала незаметно берет, а затем прячет добычу в капюшон. После содеянного подозреваемые быстро покинули заведение. Если вам что-либо известно о случившемся, просьба сообщить в полицию. Наркополицейские задержали 25-летнего жителя Калининграда, который собирался продавать наркотики на дискотеках. Для своего бизнеса он снял отдельную квартиру, где хранил запрещенный товар. Всего у задержанного было изъято 400 условных доз, возбуждено уголовное дело. Заставил врезаться в дерево. Водитель БМВ выезжал со второстепенной дороги на левую полосу и не заметил, что по этой стороне на обгон уже шла машина. Чтобы избежать столкновения, водителю пришлось свернуть на обочину. Столкновение с деревом было неизбежно. Алексей Колодкин, Павел Ткачев, служба новостей город. Партнер рубрики «Место происшествия» – аварийный комиссар. Развлечение на любой вкус, возраст и кошелек. Построить космическую ракету и устремиться к звездам или поиграть в баскетбол. Корреспонденты Первого городского подготовили подборку наиболее значимых событий предстоящих выходных. Радостная новость для любителей уличного баскетбола. В пятницу, 18 марта, на спортивной площадке по адресу улица Гайдара, 3,15 пройдет соревнование по стритбаскету. Побросать мяч смогут все желающие в возрасте от 16 до 22 лет. Начало в 3 часа дня. Организаторы обещают крутые призы, бодрую музыку и море адреналина. Гладкошерстные или пушистые? Черные или белые? Сделать свой выбор можно будет уже в эту субботу. Деловой центр «Рыбная биржа» приглашает любителей животных на международную выставку кошек. С 11 утра лучшие заводчики области начнут делиться своим главным секретом – как заслужить любовь и доверие усатых полосатых. А теперь новость для тех, кого манят звезды. В Музее Мирового океана готовятся к астрономическому вечеру. 19 марта с 18.00 любой посетитель сможет увидеть здесь звездное небо и, как говорится, подержать звезды в руках. И все благодаря телескопическим наблюдениям. Ну а самым юным гостям предложат самостоятельно построить ракету. Кино на любой вкус готовы представить в арт-платформе «Ворота». 18 марта в 7 вечера там стартует фестиваль «Короткого метра». Эти фильмы уже видели Бангкок, Буэнос-Айрес, Каир, Москва и Сан-Хосе. Настала очередь калининградцев. Стоимость билетов – 350 рублей. Впрочем, выходные можно провести и дома, вместе с Первым городским. В субботу в 21.00 мы покажем комедию «Чужая свадьба». Ее главная героиня, консультант по свадьбам Лорен, точно знает, как успокоить родственников невесты, сохранить цветы свежими и вложиться в бюджет. Но что делать, если женихом на чужой свадьбе оказывается мужчина твоей мечты? А в воскресенье в это же время на ваших экранах историческая драма «Имя Розы». Действие фильма происходит в монастыре в Северной Италии. На дворе 1372 год, времена Средневековья, Инквизиции и фанатичной веры. Проводите выходные с Первым городским каналом. Накал борьбы в ледяной воде. Школьники из Светлогорска стали чемпионами мира по зимнему плаванию. Накануне Павел Литвинюк и Виолетта Федосова вернулись домой. В четверг, 15 марта, впервые после соревнований провели тренировку в Балтийском море. Как получить приз и при этом избавиться от насморка, кашля, гриппа и простуды? Секреты закаливания чемпионов узнавала моя коллега Светлана Федорова. Виолетта Федосова, Россия. Павел Литвинюк, Россия. Теперь эти имена знает весь мир. В Тюмени Павел и Виолетта стали лучшими сразу в нескольких дистанциях и стилях. Хотя заплывами в ледяной воде 14-летние школьники увлеклись не так давно. Рассказать о своих увлечениях и поделиться главным секретом, к слову, решили до тренировок. После недоинтервью, лишь бы одеться потеплее. Если хорошо разогреться, то тебе просто жарко. Главное – поворотить себя. Без этого ничего не получится. Кто может залезть в эту холодную воду, советую. Это очень помогает, дух укрепляет. Если боитесь, лучше просто поплавайте в бассейне. От насморка и кашля, от гриппа и простуды тренер, он же мировой рекордсмен по заплыву в ледяной воде Олег Рязанов прописал им моржевание. Как итог, всего за несколько месяцев признались Павел и Виолетта, они стали для своих одноклассников кем-то вроде супергероев, людьми со сверхспособностями. Хотя на самом деле, в сравнении со своим наставником, школьники только в начале пути Великого моржа. Вода – она естественная среда, даже холодная. Когда человек начинает принимать, он просто по-другому уже все это воспринимает. Уже заходишь, она уже не такая холодная. Просто когда ты веришь, что вода – твой друг, холод – твой друг, я благодаря этому уже более 20 лет не болею. Потому что я убедился, я себя убедил, что именно холодная вода – мой друг. Пускай многие считают, что это психосоматика. Но все-таки важен результат. В том, что закаливание может быть полезным, мало кто сомневается. Заведующая Центром здоровья Лидия Чашина лишь призывает не забывать. Это хорошее средство профилактики, но никак не лечение. Второе необходимое условие – постепенность. Супергероями не становятся сразу. Неподготовленному человеку, особенно ребенку, ни в коем случае нельзя нырять в ледяную воду. Потому что если человек приучен к тому, чтобы купаться в воде даже в зимнее время, то вот эти вот стрессы, которые он принимает как уже в порядке вещей, они действительно повышают наши защитные силы, мобилизуют человеческий организм на победы. И тогда, в общем-то, все бывает хорошо. Но опять же, если просто я решу вдруг сейчас пойти окунуться, это еще неизвестно, что будет. В этом деле главное не переусердствовать, добавляют спортсмены. Теплая шапка, перчатки и обувь – последние штрихи. Залог успеха после купания – держать в тепле голову и ноги. И не забывать, каждый решившийся на заплыв уже победитель. Как ни странно, погружаясь в ледяную воду, моржи ищут тепло. И что еще более удивительно, они его находят. На небольшой промежуток времени температура тела повышается до плюс 38 градусов. И если честно, сейчас создается впечатление, что в воде намного теплее, чем на суше. На побережье температура как воды, так и воздуха в момент купания плюс 4. Но у моржей свой градусник. В такую погоду они готовы даже загорать. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Россия занимает пятое место в мире по количеству активных пользователей Инстаграм. Кстати, теперь новостная лента известного ресурса будет формироваться в зависимости от вкусов пользователей, а не в хронологическом порядке, как раньше. Что еще обсуждали сегодня в интернете, расскажут пользователи социальных сетей. Настоящая легенда и всем известные хиты. «Город приехала» – суперзвезда Ирина Аллегрова. Кстати, на сцене ей можно было даже не петь, ведь за нее это запросто бы сделал полный зал зрителей. Ничего необычного, просто лиса в очереди на границе ест чизкейк. Не успеешь оглянуться, как все польские сосиски утащат, подшучивают пользователи. Нет, это не предвыборная кампания и не реклама. Просто неизвестные расклеили изображение головы нашего мэра. В таком виде Александр Ярошук предстал сегодня перед жителями улицы Мусоргского. Кто и с какой целью это сделал, мы можем только догадываться. Может, проводят конкурс двойников? Шутят в комментариях. А вот так калининградцы стремятся попасть в новый сезон популярного музыкального шоу «Звезда караоке». Первый городской канал проводит кастинг, но у тех, кто заснимет свои таланты на видео и выложит в нашу группу ВКонтакте, есть супер шанс попасть в проект вне конкурса. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа «Первый городской канал». Участвуйте в наших розыгрышах и конкурсах. Выкладывайте свои фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Ну а теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнингдорс». Приехала сюда в ваш город. Город очень нравится, красивый. Я издалека, я из города Мировиджана. Это Хабаровский край. У вас крайняя западная точка, а у нас крайняя восточная точка. Начался великий пост, это отличная новость. В моем возрасте, когда утром проснулся, ничего не болит, уже хорошая новость. Так что пока что с этим все нормально. Я приехала в Калинингарскую командировку, в любимый город. Закрыл наконец-то все долги по сессии. Ко мне гости приехали. В Россию. Это очень хорошо. Хорошие новости. Я подал документы на РКП. Польшу. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнингдорс». Доллар рекордно упал за сутки. Далее информация о курсах валют. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на 18 марта. Доллар США 68 рублей 56 копеек. Евро 77 рублей 16 копеек. Польский злотый 18 рублей 7 копеек. Ну и по традиции завершает наш выпуск «Прогноз погоды». С ним вас познакомит наша ведущая Александра Дмитренко. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте. Издревле 18 марта в народе принято начинать огородный сезон. Правда, раньше в этот день обычно лежал снег, поэтому сейчас у калининградцев есть преимущество перед предками. Подробнее о погоде на завтра расскажем далее. 18 марта днем облачно и плюс 6. К вечеру небо прояснится, но вот заметно похолодает, и столбик термометра опустится до нуля. Ветер северный до 7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555085. Также напоминаю, что все новости дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. Это все, о чем успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова